МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах сегодня. Сгорел спортзал, пропал ремонт. В селе Муни Ботликского района произошел пожар. Соглашение на 118 миллионов рублей. Выставка «Золотая осень-2019» открывает новые возможности для дагестанских компаний. Рак молочной железы можно лечить на ранней стадии. В Махачкале прошла конференция с участием ведущих специалистов страны. В селе Муни Ботликского района Дагестана сгорел школьный спортзал. По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения техники безопасности при проведении сварочных работ. Известно, что на объекте велись заключительные ремонтные работы. Сама школа, расположенная недалеко от спортзала, не пострадала. А вот пострадавшим от пожара в марте жителям села Тиси Ахитлиц у Мадинского района будут выплачены компенсации уже в этом году. Об этом заявил на встрече с главой республики Владимиром Васильевым Сергей Чеботарев. Министр по делам Северного Кавказа подчеркнул, что необходимые средства для восстановления жилья будут доведены в полном объеме и в срок. Дагестан будет поставлять в Москву капусту, морковь, виноград, свеклу, яблоки и сливы на общую сумму 118 миллионов рублей. На агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходит в эти дни в столице России, было заключено соглашение между СПК Кизлярского района «Стимул» и столичной компанией «Три яблока». Комментируя подписание выгодного контракта, министр сельского хозяйства Абзагир Гусейнов отметил, что подобные договоры позволяют вывести из тени многих сельхозтоваропроизводителей республики. Методы лечения рака молочной железы обсуждали сегодня на конференции в Махачкале, куда съехались известные врачи со всей страны. Организатором мероприятия – Ассоциация мамологов-радиологов и Минздрав Республики. Вопрос очень актуальный для Дагестана. По словам выступавших, рак молочной железы лидирует среди других онкологических заболеваний. Более того, он молодеет. Интересные лекции по выявлению ранней диагностики и современным методам профилактики вызвали дискуссию в зале. Дагестанские онкологи получили много полезной информации о профилактике, диагностике и лечении данного заболевания. Основная цель Ассоциации мамологов-радиологов Республики – это обеспечение репродуктивного здоровья женщины на протяжении всей ее жизни. И в этом направлении мы все должны объединиться, отметила руководитель Ассоциации Фатима Тамаева. Организация и проведение таких мероприятий – один из важнейших этапов в этой работе. Мы ведь знаем, что заболеваемость рака молочной железы растет в Республике. И я думаю, велика роль именно врачей-диагностов, которые своевременно выявляют, рано выявляют эти онкологические заболевания. Не на третьей-четвертой стадии мы должны найти, а на первой-второй. Поэтому я думаю, именно такие мероприятия, именно такого масштаба, именно такого уровня, они способствуют росту профессионализма наших специалистов, специалистов нашей Республики. Мы только делаем для наших женщин, стараемся, чтобы доктора были профессиональнее, грамотнее. Все это поможет нам бороться и лечить это заболевание. Персональная выставка ислама Шавкринского открылась накануне в Махачкале. Работы заслуженного художника Дагестана относятся к жанру малой скульптуры и традиционно собирают большое количество почитателей его таланта. Вот и на сей раз мероприятие посетили представители творческой интеллигенции, официальные лица Министерства культуры, а также друзья и знакомые мастера. Все его творчество отражает его характер, его душевное состояние, его отношение к жизни и людям. Поэтому оно такое доброе, поэтому оно такое светлое, поэтому оно с таким легким юмором, потому что он сам такой человек. И вот он свое внутреннее душевное состояние через свое творчество передает людям, популяризируя как раз-таки кавказскую тему, дагестанскую тему. Джип для чемпиона. В Махачкале чествовали триумфатор от мирового первенства по вольной борьбе к джимураду Рашидову. Разделить со спортсменом радость победы в Нур-Султане пришли родные, друзья и земляки из селения Губден. Подробнее Курбан Рагимов. Он заметно переживает, но всячески держит себя в руках. Это финал чемпионата мира. Газигант Рашидов пропускает через себя каждый эпизод схватки. Как только сыну подняли руку, по лицу покатились слезы радости. К этому триумфу Рашидовы шли почти всю жизнь. Отец и тренер с детства прививал детям любовь к спорту, всегда гордился победами и переживал за неудачи. И вот, когда эмоции улеглись, он вспоминает, какой ценой семье далось это золото. Очень тяжелый вид спорта, в самом деле, эта борьба. Много пот. С утра до вечера трудимся, работаем в зале. Ну, все вышли, да, вот сейчас моменты. То, что трудится много людей в этом Дагестане, в России даже. Вишь, да, не каждому тоже уркете Аллаха. Вот, видишь, уркете, значит, какой-то момент уркете есть Аллаха, аж мраду. И вот дал, чемпион мира стал. Конечно, там очень много труда надо выложить, чтобы быть чемпионом мира. Мы шли к этой победе очень долго. Два раза в финале он проигрывал чемпионат мира. Ну, я, честно сказать, в этом году, когда не было сомнений, что он выиграет, он настраивался, как никогда. На сборах мы работали каждый день. Даже после тренировки не останавливался. Он настраивался. Каждую ночь он только и говорил о победе, я не должен проигрывать. Все время, короче, только на победу настраивался. Подарки, теплые слова и пожелания. Триумф Гаджимурада принес особую радость и всем его землякам. Губденцы любят спорт. Без внимания и поддержки сельчан у них не остается ни один чемпион. В адрес Рашидова, а также других спортсменов прозвучало много поздравлений. А кульминацией мероприятия стало вручение ключей от автомобиля. Новенькая Toyota Prada ждала чемпионного входа в банкетный зал. Дорогой подарок виновнику торжества сделал вице-президент Федерации бокса России Абдулмуталим Абакаров. Я хочу сказать, баркал всем моим землякам, те, которые помогают, поддерживают, болеют, крыживают, делают дуа, ваша поддержка всегда чувствуется. Это наша общая победа. Мы на этом не собираемся останавливаться. Как мой отец говорит, надо еще больше работать. Наша главная тела Токио. Баркал еще раз. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это была последняя новость на сегодня. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова